Детское радио представляет Спортивная программа В Греции древний на стадион выходили атлеты Ядра толкали недюжиной меряя силой Копья в длину под публики крики и топот метали Диск из свинца и железа кидали на многие метры Подвиги их в скульптурах нашли отражение Искульт привет, мои юные болельщики Это Захар, спортивный комментатор детского радио Королева спорта, легкая атлетика сегодня опять с нами Побегать мы с вами побегали, попрыгать попрыгали Пора покидать что-нибудь Вот кто любит играть в снежки, поднимите руки Ого, как вас много! Я, кстати, тоже уважал это дело А главной радостью было попасть в своего одноклассника Сережку Петрова У него шапка была с огромным синим помпоном И я вот в этот помпон всегда целился Кстати, раньше спортсмены-копьеметатели тоже стремились попасть в цель Это потом правила изменились И метание копья стало соревнованием на дальность, а не на меткость Копье, летящее над стадионом, зрелище завораживающее Легкое, тонкое, стремительное, с острым наконечником Атлеты говорят, что оно еще и капризное Что, Даня, как это копье капризное? Ну, смотри Чуть не так разбежался Чуть не так плечиком повел И все! Снаряд или ныряет Или устремляется вверх И ты стоишь и смотришь Как уменьшаются заветные метры На которые оно должно улететь А ветер Встречный притормаживает полет Попутный подгоняет боковой Но тут все совсем непредсказуемо Для того, чтобы научиться правильно метать копье Нужны серьезные расчеты Математика, нужна физика Правда, в истории этой дисциплины легкой атлетики Есть человек, который всему научился Просматривая ролики с выступлениями чемпионов Парень из Кении, Джулиус и Его Сначала он выиграл все африканские игры Потом чемпионат мира А потом взял олимпийское серебро Вот чего только в спорте не бывает, а? Достаточно вспомнить всемирно известную скульптуру дискобол Древнегреческого воятеля Мирона Чтобы понять, насколько давно метание диска Стало олимпийским видом спорта Диски у первых атлетов были каменные и бронзовые Нынешние дискоболы соревнуются с деревянными и металлическими снарядами Хотя существуют даже диски из резины Попробуйте угадать, для чего нужны резиновые? Ну вот представьте себе, зима На улице холодно, а тренироваться все равно нужно Что, Настя? Ну конечно, молодец! Резиновые диски и правда используют для тренировки в помещениях Металлическим-то быстро пробьешь потолок Да и от деревянного дырка в стене гарантировано Так-то они небольшие, величиной с тарелку для пирожных А вот весят как целый двухкилограммовый торт Но еще больше весит молот Это, кстати, тоже легкоатлетический снаряд для метания Лет эдак 400 назад в Ирландии и Шотландии бравые широкоплечие кузнецы После работы выходили в поле и соревновались Кто дальше зашвырнет свой рабочий инструмент? И так это было увлекательно, что постепенно метание молота превратилось в спорт И завоевало популярность в мире Правда, ничего похожего на молот Современный молот для метания из себя не представляет Это такой металлический шар на цепочке, к которой приделана ручка Так что от молота сохранилось лишь название И тут, мои юные болельщики, мне вспоминается песенка со словами Выходят на арену силачи Что, Кать, почему силачи? Ну, конечно, ты права Мы же вроде как о легкой атлетике Легонькой такой Только какая же она легонькая, если в твоих руках чугунный шар весом в 7 килограммов Который не просто нужно поднять, а еще и бросить Причем как можно дальше И метанием это назвать, конечно, язык не поворачивается, верно? Потому-то и придумали назвать эту легкоатлетическую дисциплину толкание ядра Сначала его просто выталкивали, стоя на месте Потом кто-то догадался подпрыгнуть при толчке И оказалось, что ядро-то летит дальше Все так обрадовались, что долго ничего нового не изобретали А потом и крутиться стали, и разбегаться, и одной рукой из подбородка Раз так! И полетела ядрышка А вот, Коль, ты знал, что когда-то ядро толкали двумя руками Да и копье метали тоже двумя Хотя и сейчас забавных метаний и толканий хоть отбавляй Горцы в Шотландии мечут на дальность бревна Фины — мобильные телефоны Существует даже метание мокрых полотенец А еще при помощи метания избавляются от новогодней елки Это традиционная рождественская забава некоторых немецких народов Есть даже рекорды по метанию ели Так что если хочется что-нибудь куда-нибудь метнуть Не отказывайте себе в таком удовольствии Только хорошенько посмотрите по сторонам Чтобы никто и ничего не пострадал В общем, легкая атлетика не такая уж и легкая И чтобы добиться успехов, надо тренироваться круглый год Кстати, в любом физкультурно-оздоровительном центре Построенном Газпромом А таких очень много в нашей стране Можно упражняться и зимой, и летом Ну а с вами был Захар Спортивный комментатор детского радио Всем оле-оле Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»